Каждый полет приносит какое-то удовлетворение, ощущение свободы и отдыха от каких-то земных проблем, когда поднимаешься над облаками. В общем-то, все эти проблемы остаются на земле. Это раскрепощенность, это каждый день видеть солнце яркое. Когда здесь пасмурно, там всегда прекрасная погода, наслаждаться прекрасными видами. Дедушка по материнской линии летал, отец летал в военной авиации, часто с собой на полеты брал. И я когда на взлете, на посадке, очень любил уходить в кабину штурмана, там у него стеклянный блистер, то есть можно прям лечь и представлять, что летишь сам без самолета. С детства прошло на аэродроме Липки, папа мой летал на вертолетах, поэтому выбор был очевиден. И со временем я поняла, что офисная рутина – это не мое, и я должна попробовать небо. Она встретит на борту с улыбкой, по которой прочитается… Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. А с его голоса для пассажиров начнется полет. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Говорит, как я, наверное, приветствую вас на борту самолета Embraer 195. Между небом и землей пилот Денис Бачурко почти треть жизни. После летного училища в Ульяновске больше десяти лет расправляет крылья и пронзает облака. И каждый полет, пусть даже в одни и те же точки, но уникален. Погода, загрузка в воздушном пространстве или ЧП в салоне самолета, когда необходима экстренная посадка. Решение на высоте в тысячи метров нужно принимать взвешенно и быстро. На высоте порядка 11 тысяч метров возвращались из Баку в Минск. Маленький мальчик потерял сознание, весь белый, как рубашка. И, в общем-то, врач на борту подсказал, что нужна посадка срочно. Мы в этот момент пролетали на Дастраханье. Через 15 минут мы уже были на перроне. Мы не выполняли регулярно рейс туда. То есть нас, в общем-то, там никто не ждал. Мальчика забрали, спасли, все в порядке. Головные боли, кратчение износа, иногда потери сознания. Бывают серьезные случаи. Если нет врача, то ты на последнюю до посадки оказываешь помощь. Двое у штурвала на свой тет-а-тет с небом остаются вне поля зрения пассажиров. В салоне от двух до шести проводников. За ними ваш комфорт на борту. И только лишь несколько ярких жилетов, мелькающих в иллюминаторе еще на взлетной, намекнут, чтобы этот полет состоялся, работала команда куда больше, чем только лишь экипаж. На перроне линейное обслуживание самолета. Залить масло, заправить топливом, осмотреть, нет ли поломок. Если обнаружили или же самолет пролетал больше тысячи часов, судно разбирают и ремонтируют. Смазка закрылков может происходить. Может происходить детальный осмотр двигателя. Поднимаются капоты. Здесь проводится также бароскопия, более углубленная. Когда в двигатель попадает, допустим, птица или имеет какие-то внутренние повреждения, надо проверить двигатель изнутри. Осмотр самолета в очках виртуальной реальности и комплектующие в разрезе на мониторах. Так изучают конструкцию деталей и учатся проводить диагностику будущие инженеры в Академии авиации. Технологии дополняют старую школу. От маленьких запчастей до двигателей больше человеческого роста. Коллекция в ангаре считает и авиамузей, и учебный класс. Вот перед нами сейчас представлен двигатель. Это «Боинг-747». Это самый большой транспортный самолет. В случае каких-то происшествий лопатка может отклоняться как вверх, так и вниз. Также эти лопатки, они без усилий вынимаются. Не могут ремонтироваться, их заменить. Условно говоря, это всего 5 минут. Это очень дешево и очень быстро. А по этим самолетам, которые летали в разные периоды, в Академии изучают не только строение, но и историю белорусской гражданской авиации. Весь советский период прошел под крылом аэрофлота. А началось все 90 лет назад с открытия Минского аэровокзала. Через три года в 1936-м с Москвой связал первый почтово-пассажирский рейс. Великую отечественную гражданская авиация перешла под наркомат обороны. Служила транспортной связью для партизан, санитаров. Часть самолетов переоборудовали под ночные бомбардировщики. После победы оправлялись и восстанавливались. К 1991 году среди советских республик наш отечественный крылатый парк занимал 5-е место по численности. Но в самостоятельный полет отрасль отправилась лишь с распадом Союза. Аэрофлот сменялся новым брендом «Белавиа» и начал разлетаться по миру. В 2003-м открылись главные воздушные ворота страны — Национальный аэропорт Минск. А вот гражданских пилотов по-прежнему готовила Россия. И лишь три года назад начали набор в Белорусской академии. Еще один прорыв в отечественной авиации. И первый выпуск пока еще только на взлетной. Прежде чем смыть в небо, навыки палатирования оттачивают на учебных тренажерах. Этот, к примеру, посложнее, двухмоторный уже для выпускников. Он полностью дублирует реальную кабину и то, что остается за бортом. В пару нажатий кнопок меняется погодные условия, время суток, а вместе с этим и летные условия. В первом наборе и выпуске курсант Александр Паркалов. Пару месяцев назад во время практики летал самостоятельно, уже без инструктора. Тогда же прошел и боевое крещение, когда напарники-курсанты на руках спускают на землю, слегка ударяют о стойке шасси и обливают водой. Есть небольшой страх перед самим полетом, перед первым, но когда уже садишься в самолет, пути назад нет. Самолет плавно отрывается от земли и просто завораживает вот это ощущение полета, которое не дает тренажер, потому что чувствуешь какие-то перегрузки, какой-то небольшой крен при разворотах. Но потом к этому привыкаешь и без этого уже не можешь. Новые специальности диктуют время. Встал вопрос о кадрах в логистике, тут же решили с открытием набора в этом году. Летным опытом обмениваются с российскими вузами. Мы сегодня синхронизированы учебные программы, которые в принципе говорят о том, что специалисты в Минске подготовленные будут востребованы как в Минске, в Бресе, так и во Владивостоке. Расширяем свой экспортный потенциал в этом вопросе. Можно сегодня говорить о новых специальностях или профилизациях. Авиационная метеорология, авиационная психология. Мы в этом тренде и начинаем двигаться. Сейчас для нашей гражданской авиации время турбулентности. Началось с ковида, хотя продолжали летать. И тогда по просьбам правительств других стран перевозили и их пассажиров. Но вынужденная посадка Ренейра в мае 21-го и последующие санкции, да, перекрыли одни дороги на запад, но развернули флот Белавии на юг и восток. Только в этом году три новых направления, по которым начинают осуществлять полеты. 29 октября Гомель, Домодедово. В зарубежном направлении это юго-восток Индии, да, это полеты в Дель. Сейчас прорабатываются вопросы по работе по направлению Венесуэла, по направлению Китая. Уже шесть регионов Российской Федерации, откуда выполняются полеты в наш национальный аэропорт Минск. И когда вызовы для авиационного флота, здесь ведь всегда помнят, какими бы ни были тучи, за ними всегда ясное солнце. И эту дорогу прокладывает воздушная команда в 10 тысяч сотрудников, кто обслуживает технику, пассажиров, обеспечивает безопасность в небе и на земле. И от их лица пилот скажет. Уважаемые дамы и господа, говорит, капитан, добро пожаловать в Минский национальный аэропорт. Высоту в главном эфире набрали Владислав Бундарь, Николай Лошкевич, Андрей Гордобоев, Максим Львов и Андрей Костеневич.